Здравствуйте, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня, я думаю, мы снимем распаковочку товаров, которые мне пришли с Алиэкспресс. А шли они два месяца, если не больше. Ну и как бы из заказного мне пришло только три посылки. И то одно на почте мне пришлось вскрыть. Надеюсь, вы не очень шокированы новым цветом моих волос. Если вам интересно, как получился вот такой цвет, то в следующем видео, которое я выложу, будет как раз-таки намешивание вот этого цвета. Распаковывать я начну, пожалуй, с самых последних посылок. В основном из-за того, что в процессе пути она поправилась на один грамм, и на почте мне предложили ее вскрыть. Ну, я сказала, конечно! Но внутрь я не заглядывала, и я не знаю, что там пришло в целом. Вот она. Я вижу ткань, я вижу фатин черный и фатин белый. И, по-моему, это мои подъюбники, которые я заказывала. Это один подъюбник, второй подъюбник, и еще некоторые вещи, которые я заказывала. То есть кисть, почему-то только одна заколочка, и какая-то очень странная палетка. Наверное, это палетка с гримом. Давайте сначала распакуем один из подъюбников, и посмотрим, что это вообще за вещь. Я думаю, что товар хороший, так как ткань ротная, жесткая, держит форму он хорошо. Я думаю, под какой-нибудь из платьев, что у меня есть, такие подъюбники как раз-таки будут просто отличным приобретением. Давайте посмотрим вот это вот. Вот это, по идее, такая заколочка из фетра и какой-то бумаги с блестками. И, вроде как, когда я ее покупала, там писалось, что две пары идет. Ну, блин, зачем мне одно ухо? Зачем? Зачем? Но она все равно слишком маленькая для меня, так что... Следующую давайте опробуем кисточку. Кисть очень пушистая и очень приятная, но немножко жестковатая. Позиционировалась она, когда я ее покупала, как кисть для кудры. Так, давайте же попробуем. Пудру она наносит довольно хорошо, то есть тонким слоем, ничего нигде, как бы, кусками не оставляет. Ну, если пройтись, конечно, хорошо. И, в целом, как бы, никаких неприятных ощущений она у меня не вызвала. А еще несомненный плюс в том, что она не лезет. Вот это прям вообще... Так что я могу смело советовать эту кисть для покупки, для приобретения. Мне она нравится. Следующим будет вот эта вот палеточка. Я даже не знаю, что там. Возможно, какие-нибудь тени, но я не помню, что где заказывала тени. Поэтому, скорее всего, это палетка с гримом. И я не могу ее открыть. Да, это палетка с гримом. Так она выглядит. Я не знаю, насколько это хороший грим. Потому что я пользовалась единственным гримом от Криолайн. Это он был для латекса и как-то очень-очень сложно. Я его открыла. Это белый, это какой-то мятный цвет. Похоже на желтый. Желтый-лимонный, темно-зеленый, синий-фиолетовый. Краплак. Алый. Просто красный. Это серебряный, золотой и черный. Давайте попробуем какой-нибудь самый яркий цвет. Потом мы возьмем золотистый, черный и белый. А самый яркий цвет у нас вот этот вот. Вроде как это масляный грим. Смотрите, он в принципе хорошо ложится. Давайте попробуем мазануть его на губы. Но с пальца до конца не стерся. Теперь давайте попробуем взять белый грим. Потому что белый у нас вообще в расход уйдет как нефиг делать. Вот он белый. И ну так. Я его размазываю. В принципе белый можно нанести спонжем, и тогда, я думаю, выйдет нормально. Теперь давайте попробуем черный. Черный, кстати, тоже найс. И давайте его вот тут вот размажем. Кстати говоря, неплох, неплох. Я бы сказала, мало чем наступает тому гриму, с которым я работала. Но я пока не знаю, какая будет реакция кожи. Следующий цвет, который мы возьмем, давайте вот будет, что ли, серебристый. Ну, он так, он очень светлый, очень блестящий. Может быть, его можно как-нибудь взять побольше, погуще. Но эта палетка в любом случае как бы пригодится мне для грима, может быть, для какого-то макияжа. Если у меня, конечно, кожа не скажет, что этот товар плохой. Но я не думаю, что это будет так, потому что большинство продуктов, которые поставляются и продаются у нас, как раз-таки идут из Китая и из подобных сайтов. Ну и как бы палеточки я пока не могу поставить отметочку, пока я ее не попробовала на себе. То есть полностью в каком-то образе. В общем-то я, наверное, когда я сниму видео с каким-нибудь макияжем или гримом, обязательно ею воспользуюсь. Следующая посылочка, она очень небольшая. И у меня лежит какая-то карточка и какая-то маленькая штука непонятная. Ребята, я сделала ошибку. Я думала, что эта штучка это зажим для носа пловцов, пловчих. Собственно говоря, с этой целью он и заказывался. А это, видимо, какой-то корректор носа. Замечательно, да? Ну хорошо, давайте попробуем. Посмотрим, как ему носить надо. Пишут, что как-то так. Не, все. Можно ходить и носом не дышать. Кстати, эта штука, я думаю, будет полезна для тех, кто занимается пением. Пением. Чтобы не печь в нос. Ну типа, чтобы звук был чистым и выходил только вот через рот. Ну и не было гадусаности вот такой вот. Честно, я не знаю, насколько эта штука может исправить нос. Я своим носом довольна, но вот это что-то наставляет. Ты пиздец. Я надеюсь, это у меня сейчас быстренько пройдет. Потому что если не пройдет, это будет проблема. Это будет большая проблема, глобальная проблема. Никогда ее больше не надену. Третья посылка. Она еще меньше, чем эта. По пакетику. Но она гораздо объемнее, чем она. Итак, что же это такое? А это вот такие штуки. Вроде как это жидкие корректоры, то есть для контуринга. И я не знаю, насколько они хороши. Именно жидкие захотелось заказать и их протестить. Давайте возьмем самый темный. Будем афроамериканцами. И давайте его откроем, что ли. О! Это занятно. Он имеет такую кисточку прикольную. Такая мягенькая. По-моему, она синтетическая, конечно, но... И... Нет, она не снимается. Она просто вот так вот делается. Как-то вот оп. Для чего? Для чего она так делает? А! Вот. Намокает постепенно. И какой у нее получается цвет? Слушайте, а прикольно. Как раз таки растушевывается все хорошо и наносится. Мне нравится. Давайте попробуем. В принципе, остается такой неплохой оттенок. Как раз таки для контурирования, я думаю, будет просто идеально. Так что я довольна теми покупками, что я сделала. Ссылочки на эти товары я оставлю в описании к видео. Кому-нибудь наверняка это будет полезно. Но на самом деле я заказала чуть больше товаров, поэтому мне остается только ждать, когда они придут. И когда они придут, я тоже сниму распаковку. Потому что, может быть, кому-то будет интересно. И кто-нибудь захочет приобрести такие же товары. И всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok